ребята всем понравился пожалуйста подпишитесь на канал поставьте лайк рассказывал короче рассказываю вам свою историю я первую ночь когда помните может по новостям либо вы в киеве слышали два громких таких не просто не помню что там было вот про бабах когда это как раз не спала ночью и вообще удела от первого я такая думаю ну может что-то какой-то салют жесткий лишь а второе у меня аж дверь так затряслась в комнате и я реально очень я я не то что очень сильно просто не поняла что это но я испугалась я испугалась и и уснула где-то через часа два вроде бы или три проснулась 12 и в 12 и в 11 в действие проснулась и когда это все я уже проснулась я захожу в телефон и куча новостей куча сообщений я вообще в шоке думал боже что все-таки очень произошло но когда вторая ночь пришла это вроде бы два дня назад получается до два дня назад две ночи назад я уснула и просыпаюсь не знаю чего я проснулась я не слышала ничего не слышала я просто открываю глаза и вижу за клон такой пламя жестко дать белый свет ночь 4 утра или 4 чем-то или 5 уже не помню просто белый свет я такой но это уже конечно страшновато было очень вот это недалеко от меня сбили ракету если не ошибаюсь вот и так я следила за на весь на за новостями постоянно следила взломову заходила на стрим читала читала чат не смотрелась ты вот кстати да мне всегда жарко когда я запускаю стрим этой квартире вот сейчас солнце и даже если в квартире не жарко знаете я когда запускать и мне не всегда жарко может вы кто смотрел меня летом не всегда жарко что я буду делать дальше если что он честно ну я буду конечно бежать в подвал нас тут подвал для тебя с машины что сейчас про машину расскажу в подвал и все дальше я ничего не знаю если честно у меня нет машины рассказываю у меня машина на сто вот я ее завезла за за день или за два дня вроде бы за два дня до за два дня до первого взрыва ночью вот ее собрали наполовину и все и она стоит и непонятно когда ее заберу я даже выехать никуда не могу в элементарный магазин и даже в первый же день в первую ночь я бы никуда не поехала никой житомир потому к родителям потому что на чем я сейчас поеду и такие пробки вот и вот так вот я без тачки тут война сижу квартире все новости вроде больше таких лично от меня нет вот налички кстати у меня очень мало очень мало вот не знаю что буду делать я пока не особо трачено просто продукты купить заморозить я хочу сегодня рыбу купить мясо купить вчера готовила рыбу мента меня не получилось я и выбросила вот короче минус продукт как я буду выбрасывать потом если дай бог что но я думаю что будет конечно же все хорошо у нас в стране как вы может кто-то помнит как я и говорила я всегда хотела жить в украине если хотела жить в киеве даже если у меня было намного больше денег мне просто хорошо жить в киеве вот и я никуда не собираюсь а если собираюсь то точно в украине если вы понимаете я за украину точно никуда ближайшее точно время пока тут ничего не будет все понятно я не буду уезжать вообще из украины точно вот но в лучшем случае для меня конечно всегда оставаться в киеве читать новости и что все все было хорошо так возьми открывашку кстати я вчера знаете убирала тут стол и думаю такая и заметила открывашку и думаю что она тут лежит вообще а может это знак значит бывает такое вы иногда задумываетесь над чем-то но где-то это какая-то фигня вообще а потом проходит время и вам эта вещь нужна вы думаете блин это подсказка волосы быть почему я не взял у тебя сирен нету нет тут нет тут нет я когда-то ну ладно и это буду сейчас рассказывать просто местоположение то это вообще прикол тебе с такой суммой но посмотрим кушать пока что есть самое главное это здоровье и что было покушать что все было хорошо никто не болел не никуда не в какие окна желание ничего не попало и было что кушать вот я появилась на русскому народу знаете у меня очень много знакомых в россии самая была в россии общалась там с людьми ну вы понимаете что ну это власть я не хочу сейчас об этом говорить а с людьми из россии с русскими конечно я общаюсь вот если у них еще сформировано нормальное мнение вот конечно же почему бы нет вот у меня наверное 75 процентов русской аудитории и знаете в директе всего лишь где-то три или четыре сообщения хуёвых знаете такие блять попускают как будто меня ты чё блять там уехала два из них это украинцы которые хейтеры мы ненавидят меня заранее типа до этого еще писали мне всякую хуйню вот типа ты чё там уебала уже и два русских как я поняла но один из них сказал надеюсь свои семьи все хорошо вот подписчик и ну два еще такие себе написали конечно не очень хороший комментарий я захожу а если никто то что то сейчас пишет директ я захожу смотрю прям страницу вот но в основном только желают мира вот так вот хотела рассказать вам просто что я в киеве что я здесь спросите как у вас дела куда вы решили ехать либо остаться так сильно вас нет у меня нет у меня ничего не слышно у меня открыто окно здесь открыто окно там смотря где я нахожусь чтобы я хочу слышала музыку особо уже не включаю на всю и так ничего не слушаю в основном чтобы если что слышать звуки это у тебя там нету этому точно не у меня я ничего не слышу вот почему ты не со злым вот так вот вышло я просто я не хочу уехать из киева вообще никуда не хочу мне мама в первый же день сказала ей джитомир едь к нам но и родители в полной безопасности я ну я знаю но все равно знаете я надеюсь все будет хорошо привет комик магазины работают сишки есть сижек у меня нет вот последняя у меня q ашки у дишка магазина работают я хочу сегодня в новус пойти камень ты знаешь про койнулся говорю я мог уехать и тоже да и мне привет михрена привет кулсис я нормально вот мне сразу мама в первый же день говорит может ты приедешь может и при а я на у меня машины нет во первых куда я блять приеду и я и так ненавижу вот это ездить знаете в житомире на своей машине и за это тоже причина почему я купила машину ну что эти как это когда стопаешь машину попутки вот попутки либо автобус это долго попутка это небезопасно а еще в такой ситуации то я точно никуда не поеду вот и честно скажу и ехать я не хочу и не собираюсь с киева вообще не хочется а из украины тем более не хочется из украины я вряд ли конечно выйду ты не сможешь но сейчас то понятно я вам рассказываю за в первый же день в первую ночь как только мне позвонила мама утром вот мы поговорили она мне сразу позвала к ним но честно скажу я я хочу остаться здесь нету так хорошо но надо чтобы это все прекратилось мне такая еще погода знаете солнышко было классно сейчас гулять конечно